Ю-ю-ю! Guten Tag! Noch ein Bier! Ребят, всем большой привет! Всем привет! Сегодня у нас будет видео о еде из Германии. У нас целые две посылки, одна из них у нас настоялась. Да, и за эти две посылки мы благодарим Германа и Дашу. Да, огромное вам спасибо! Длинное-длинное письмо. Вот фотография авторская. Из Германии от Нади и Германа Байякян. С удовольствием смотрим вас, отлично понимаете настроение, начиная с еу-еу-еу-еу-еу-еу. Пять раз самое одно. Мы нашли в посылке от Даши ее открытку Даша из Бремена. Бременские музыканты, все дела. У нас две коробки, я сейчас все просто... Содержимое высыпешь на стол. На стол и будем пробовать. Держи чай. И начинаем. Погнали. С изображением котика, поэтому не могу не взять. Открываем? Давай. Чокола. Кацензунген. Видишь, как открывается? Ммм, кстати, красиво. Очень красиво. Угощайся. Классный. Мраморный. Такой, знаете, как вкус киндера. В моем понимании, вот в таких конфетах самое главное, чтобы они круто выглядели и были небольшими. Потому что много такого шоколада не хочется. Так, пробуем следующее. Я хочу посерьезнее поесть. Я беру с мусли. Называется мюсли ригель. Ригель. Блейб гизун. Я не помню, мы с вами уже болтали на тему того, как Антон называет мюсли мусли. Помню, когда я с ним начала встречаться. Я такой, ну что мусли на утро возьмем? В общем, написано рот таберен. Это мюсли. Да, рот таберен. Мюсли. Ротом есть надо. Ротом, да? Малина. Ну, сытненько. Ну, с йогуртом, витаминами, малиной. У меня витамины прям чувствуют. Ну, что-то кисленькое было. Здесь витамины прям чувствуют. Сыпали лопатой. Кушай, кушай. Что-то на подобие фавелки. Какие маленькие. Хорошенькие такие. Ммм, запах какой классный. Ммм. Ммм. Бензолем пахнет. Очень вкусно. Ммм. Прямо. Ферреро производит. А, да? Понятно. Прямо няма. Угу. Идеал. Ну, вообще, народное же немецкое. Это вот, это сосиски, это sausages, ребят, и пиво. Начинаем? Это то, что я, да. Это то, как я воспринимаю Германию. Ну, да. Ну, и думаю, большинство людей. Ну, я, в принципе, даже сегодня чуть-чуть выгляжу, как вот в этих вот барах. Барах, да. Уть-ть-ть-ть-ть. Что это? Ну, это обычно этими банками, не банками, а кружками спью. Ну, что, пробуем? Давай. У нас маринованных сосисок не продается. Держи. Сосиски вкусные. Сосиски классные. Ну, такая настоящая вкусная сосиска. Типа детские. Типа, сосиски, зачет. Зачет. Ну вот, вот это. Почему ты всегда пытаешься взять продукты? После сосисок надо продолжать солененьким. Это воздушные какие-то шарики с сыром. Ммм, желтенькие. Я думал, это чипсы. Шарики. Похожи на читус. Мне нравится, что они супер воздушные. Да. Класс. Просто лучшие. А, ну видишь, тут пакочные, что? Скажи, что ты хочешь еще пиво на немецком. Ног ein Bier. Ног ein Bier. В переводе «пожалуйста, еще пиво» или «беспожалуйста» это. Это просто. Дай пиво. Красивая, очень красивая покупка. Это печенье, о котором мы как раз в прошлом видео рассуждали. Я помню, мы в тот раз с тобой вишню перепутали с апельсином. Ну, теперь это настоящая вкусная. Обалденно. Очень вкусно. Просто обалденно. Свои химические конфеты. Да, хариба. Не помню еще, когда начинала вести свой канал, мне Кристина из Германии присылала косметику эссенс, потому что ее еще нигде не было представлено. Может, ты тоже помнишь? Она мне еще хариба тоже присылала. Тут видишь, как... А, с цветом флага германия, ребята. Вообще очень классно. Такой тысненький. Тысненький, с лимоном. Обожаю. Такой яркий вкус. Шикарный подарок, я считаю, из Германии такое привезти. Ну и еще пиво с сосисками. Давай. Я бы выбираю вот это. Ого. Вау. Нифигасе. Называется караза пицца. А это типа пицца. Я сначала подумала, что сладенькое что-то. Выглядит очень необычно, смотри. Очень, да. Вот тут, смотри, открывать надо. Такой пирожок. Пирожочек. Пахнет уже. Пиццей. Ммм. Круто. Вообще. Очень вкусно. Очень качественно, очень вкусно. Я еще представляю, если это разогреть. Называется бифи пицца караза. Там внутри томатная паста, колбаса с салями. Типа сыр, наверное. Я в шоке. Я такого никогда не ел. Схожу, честно, это очень вкусно. Но подозреваю, что такой пирожок немало стоит. По крайней мере, он очень кажется качественным. 500 евро. Минимально 500 евро. Что-то очень интересное. Ядреное. Ядреное. Браво. Снэкни. Хат. Энд спрайси. Фьюэр. Драчен. Петушки. Это и есть драчен. Очень вкусно. Обалденно. Настолько классно. Они хрустящие, острые. И картопельные. Почему ты всегда тянешься вот сюда? Ммм. А запах? Одурманивающий. Ммм. Ммм. Просто классно. Нет слов. Это пах-чай. Я тебя могу порадовать. И мне кажется, что он тебе понравится. Пахнет печеньками, маффинами. Вау. Они любят вот такие всякие ароматы. Антон, нет. Я иногда тоже люблю, если они по-настоящему крутые. Не надо меня со счетов раньше времени списывать. Так, ну что, я чай завариваю. Вот он тут настаивается. Запах просто обалденный. Пахнет настолько... Ты обычно используешь слово на букву «Б». Божественный. Ты хотела его сказать. Но запах настолько натуральный, именно пахнет свежей выпечкой какой-то. Конечно, хочу попробовать вот это. Давай. Это значит у нас «русишброд». Это что-то с Россией связано. Русишброд. Выглядит интересно. Что они имели в виду про русский? А, это... Это какие-то выпечка в виде букв. Тут можно слова составлять из этого. Мне по хрустячеству напоминает пепер-кок. Во-первых, она очень сама по себе выглядит классно. Вкус вкусный. Вкус вкусный. Русишброд нас радует. Дрезден. Тоже все из Дрездена. Хотя на картинке прям чуть-чуть кое. Ты работала на фабрике по размешиванию, что ли? Маффины с черникой. За ваше здоровье, ребят. Ой, господи, что я вижу. Все. Это молочный шоколад с огромными лесными орехами. Это один из моих самых любимых. Я помню бабушка мне с Оксаной дарила шоколадки. И они выглядели очень похоже. Не знаю, где она его брала. Такой кусок. Насыпано максимальное количество... Вот в этом кусочке 6 орехов. Ну, жареный лесной орех у меня здесь самый любимый. Что вот это? О, берите. Все, взял. Ребята, не хотят убрать, она была вот этой стороной. Короче, это с жесткой химией. Очень цветная. Выглядит это вот так. Это ваш ужин. Ешьте. Как я думаю, это хорошие родители, которые на ужин детям. Ну, очень клево это, что вынос мозга километра этих каких-то червяков, проволоки такой. На вкус ничего особенного. Там тоже написано 100% веджи. Как тебе чай, кстати? Мне, кстати, нравится. Вкусный. Это один из таких чаев, который вот вкусен сам по себе. То есть у него настолько богатый вкус, что даже ничего другого к нему не хочется. Потому что ощущение, что ты пьешь одновременно чай со чем-то сладким вкусом. Ого-го-го-го. Ореховое что-то. Ореховое флипс называется. Эраднус. Это кукурузная палочка, на которой размазана орхисовая масла. Она вкусная. Ой, вкусная. Чисто немецкие конфеты. Халорен, что в переводе Deutschland Alterster Schokoladefabrik. Ты думаешь, что это в переводе? И внутри кокос и шоколад. Жирненькие такие. Я сначала обрадовался, а потом эту конфету сложно проглотить. Пищевод здесь забивает биомассы. Прям пищевод забивает. Ну что, я предлагаю попробовать шоколадку из Бремена. Ребята, все же знают мультик «Бременские музыканты». И сейчас-ка мы его попробуем. Я надеюсь, что он уже белый. Я тоже. Он был черный, стал белым. Нет, смотри-ка. Еще нет. В Германии не знают толк тригидрада. Ты прям так кусаешь. Мне захотелось. Вот этот эстет. Понравился? Шоколад вкусный. Очень вкусный шоколад. Ну и упаковка мне очень нравится. Такая надпись пугающая. Просто открыть пакетик, высыпать содержимое в рот и наслаждаться. Ти-ди-ди-ди-ди. Ну, знаете, что дело вкуса как бы. Не каждый же будет этим наслаждаться, правильно? Ну, нам придется. Возьму самую ядреную. Лимонную. Я не вижу наслаждения. Очень кисло. Наслаждайся. Ну, приятно. Да. Не все высыпает. А, да? Я этого не почувствовала. А у тебя что за вкус? Да, я. Ты жив? Не очень? Он настолько... Кислый? Ну что, другие попробуем? Нет. Ну, ты видишь, сколько я высыпала. В общем, это для экстремалов. Ну, тут на самом деле написано, что надо развести в 0,2 литра воды. Насладились немецкой едой. Очень, очень все вкусно, очень интересно как-то так. Ребята подобрали нам очень классные продукты. Надя, Герман, Даша, большое вам спасибо. Да. Сейчас мы выберем... По три самых в сам. У меня произвели впечатление сосиски. Согласна. Потом на меня произвели впечатление самые вот эти банальные печенья. С одной стороны банальные. Да. И еще мне очень понравилось вот это. Трубочки. Вот эти трубочки-конфетки, которые похожи на что-то Рафаэлла с миндалей. Соглашусь, у меня сосиски на первом месте. Классные, очень прикольные. На втором месте медленные. Мне очень понравилось, насколько они хрустящие. Просто вкуснятина. И на третье место эти вот конфетки реально удивили. Потому что я была уверена, что это такие сосульки. Карамельные. Которые карамельные. Ребят, всем, кто смотрит нас из Германии, большой привет. Обязательно пишите много-много комментариев. Огромное спасибо, что были с нами. Мы надеемся, что вам было с нами интересно. И было интересно посмотреть, что же такое вкусненькое нам прилетело из Германии. И на этом будем с вами прощаться. И мы совсем скоро с вами увидимся. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин